Итак, дети, от цвета кожи вашей руки под перчаткой будет зависеть, на какой из четырех факультетов вы попадете. Факультет зимы, лета, весны или осени. А можно уже снять перчаточку и посмотреть? А то я что-то переживаю. Пэттон, я, конечно, понимаю, шутки шутками, но разве вам не сказали, что если до 18 лет вы хоть раз посмотрите под вашу перчатку, то рука просто исчезнет? Чё? Я бы тоже хотела уже снять перчатку. А пока до распределения вы просто будете изучать всё про Академию Сезонов. Итак, дети, записывайте. Синий цвет руки говорит о том, что вы попали на факультет зимы. Самый холодный и самый суровый из факультетов. Зелёный цвет – это весна, самый благоприятный факультет для жизни. Как раз-таки на весне самая оптимальная температура для жизни, и вы бы видели, какие прекрасные цветы выращивают студенты факультета весны. Красный цвет означает факультет лета, самый жаркий из всех факультетов. Иногда температура там может достигать 50 градусов. Так, кто мне расскажет, какой цвет у факультета осени? Коричневый. Да, этот факультет самый ветреный и самый дождливый, ребята. А я слышала, что там иногда бывают такие сильные ливни, что комнаты студентов просто затапливаются, а на учёбу они плавают на лодках. Да, Ная, это верно. Вы молодец. Слушай, Най, а вот если бы ты выбирала, кем стать, на какую профессию пал бы твой выбор? Знаешь, Кэти, в наше время очень важна картинка. Люди всегда обращают внимание на внешний вид любой деятельности, будь то блог, интернет-магазин или сайт. Именно это говорит о том, что дизайн – одно из ведущих направлений в 21 веке. Ребят, согласитесь, что нет ничего круче, чем когда ты занимаешься любимым делом, ещё и не выходя из дома или из любой точки мира. Нет никаких ограничений, только ты решаешь, когда тебе и сколько работать. Будучи веб-дизайнером, не обязательно иметь суперские художественные навыки или знания программирования, как многие думают. В этой сфере легко начать, если у вас есть крутые наставники, которые вам всё объяснят и подскажут. И у меня есть такие люди. Это школа Udive School, где для нас специально открыли бесплатный курс по дизайну, где у каждого будет личный наставник, и вы не останетесь без обратной связи. За пять дней вы узнаете основы дизайна, создадите портфолио из четырёх работ, ведь нет ничего важнее в привлечении клиентов, как собственное хорошее портфолио. А ещё вы только посмотрите на работы их учеников, я просто в восторге. Кураторы курса ответят на любой ваш вопрос и окунут вас в мир веб-дизайна. Вас научат работать с программой Figma, объясняют, как создавать анимацию и как выстраивать композицию. Кстати, студенты начинают брать заказы уже во время учёбы, а зарплата начинающих специалистов начинается от 80 тысяч. При этом Udive School подарит каждому гайд по 30 нейросетям, которые сейчас крайне актуальны. Ребята, успевайте, места на обучение ограничены, не упускайте эту возможность. Переходите по ссылке в описании этого ролика и забирайте доступ к курсу бесплатно за 0 рублей с поддержкой куратора. Слушай, Ная, почему ты мечтаешь попасть именно на факультет зимы? Там же дубак жуткий, всё из-за льда и даже погреться негде. Так я и мёрзнуть не буду. Всё равно жесть, например, я вот ненавижу холод. Просто понимаешь, Кэти, на факультете зимы учат исцелять же не только себя. А, так ты хочешь вылечить свою сестрёнку? Да, врачи, на которых нам хватило накопления, сказали, что они ничего не могут сделать. Поэтому остаётся надеяться на то, что я сама научусь. Мне жаль. А почему ты хочешь на весну, кстати? А я просто хочу себе сделать внешность, о которой давно мечтала. Хочу быть блондинкой с голубыми глазами и большими... Ни слова больше, Кэти, я тебя поняла. Так, 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 ну что, ребятки. И сейчас я каждому из вас дам слово, чтобы вы рассказали о факультете, на который вы бы хотели попасть. О, нет! А что, не хочешь рассказывать, что хочешь огромные буквы? Да, Ная, да! А вот лично я хочу попасть на факультет лета. Они там управляют стихиями. Мой папа служит в Ордене Огня. И я тоже хочу управлять огнём. Отлично, Пейтон. Амалия, может быть, ты расскажешь? Я хочу на факультет осени. Я знаю, что студенты факультета осени могут управлять ураганами, а ещё перемещаться на огромные расстояния за несколько секунд. Отлично, отлично. Сандра? Мы, может быть, тебе мешаем, Сандра? Может быть, нам выйти из кабинета? Нет, вы мне не мешаете. Извините, профессор. А я хочу на пятый факультет. Что? Живо к директору, Сандра! Давай, собирай свои вещи и иди. Я позвоню и предупрежу директрису о том, что ты сейчас придёшь. Ты не слышала, Кэти? Какой ещё пятый факультет? Не знаю, может быть, она сумасшедшая просто. А мы, ребята, с вами продолжим. Сандра, кто вам рассказал про пятый факультет? Не ваше дело. Сандра, мне вот что интересно. А тот, кто вам рассказал, что существует пятый факультет, он случайно не обмолвился, что те, кто про него знают, уничтожаются? Именно, Сандра, но мы очень надеемся на твоё содействие. Мы надеемся, что ты расскажешь нам, кто тебе поведал о пятом факультете. И ещё один маленький нюанс. Если мы только узнаем, что ты распространяешь слухи о пятом факультете, ты будешь уничтожена прямо сейчас. Хорошо, хорошо, я всё расскажу. Мне на самом деле никто ничего не рассказывал. Ну, лично, по крайней мере. Просто какой-то псих написал мне в интернете, что знают, что существует пятый факультет, и что они самые сильнейшие в мире. Я... я просто думала... Так и есть, Сандра. Именно поэтому всех учеников пятого факультета уничтожили, а их крыло закрыли навсегда. Простите, пожалуйста, я не знала. Такого больше не повторится. Хорошо, Сандра, я поняла тебя. Ты можешь идти. Но вот и что это такое было, Адам? Скажи мне, пожалуйста. Нужно изъять её компьютер и выяснить, кто дал эти тупоголовые девки эту информацию. Ты прав, нужно это выяснить. И как можно скорее. Как ты думаешь, среди наших учеников кто-то может относиться к пятому факультету? Конечно же нет, Адам. Боже, ты посмотри на этих доходяк. Эти девчонки и эти мальчишки, они еле живые. Их того, гляди, ветром снесёт. Сомневаюсь, что кто-то из них обладает такой же силой, чтобы приблизиться хотя бы на немного к пятому факультету. Надеюсь. Я на это очень надеюсь. Найя, солнышко, ну как у тебя дела? Как дела в школе? Всё хорошо, мам. Найя, я бы хотела, чтобы ты знала, что мы с Софией очень надеемся на тебя. Мы верим, что ты попадёшь на факультет зимы. Мам, мне, если честно, так страшно, что всё зависит от меня. Вдруг я попаду в какую-нибудь весну или осень. Солнышко, давай будем думать о хорошем. У тебя вон какие глаза голубые. Ну ты точно для факультета зимы подходишь? Ну конечно. Мамочка, я на самом деле так боюсь разочаровать вас с Софией. Я всё понимаю, Найя, но ты-то сама как чувствуешь? Вдруг я всё-таки не попаду на факультет зимы? Солнышко, что-то случилось? Да нет, на самом деле ничего не случилось. Мы были сегодня на факультете зимы, и мне там так понравилось. Просто страшно, что под перчаткой вообще не синий цвет. Родная, понимаешь, я всю твою жизнь растила тебя с мыслями о факультете зимы. Говорят, что это на 80% помогает, потому что ты растёшь с мыслями о своём будущем факультете, твой организм это понимает и окрашивает руку в синий цвет. Я верю, что у нас с тобой всё получится. Жаль, что нельзя заглянуть и посмотреть. Так бы мы хотя бы знали всё заранее. И, может быть, нашли бы другого врача для Софии. Ты должна попасть на факультет зимы, Найя. Только на тебя вся надежда. Мы с Софией не справимся. Я понимаю, мам. Буду надеяться, что под перчаткой синий цвет. Итак, дети, кто же мне ответит, чем отличаются факультеты? На факультете зимы люди могут превращаться в снежных барсов. А ещё у них очень сильная регенерация, из-за этого они могут лечить других людей. Отлично, всё верно. Дальше. В осени могут управлять ураганами, а ещё они могут телепортироваться буквально за несколько секунд на огромное расстояние. Ну что, ребята, сегодня мы с вами отправляемся на экскурсию. Круто. И куда мы направимся? Сегодня, ребята, наш путь лежит на факультете зимы. Офигеть, как круто. Я сейчас же сбегаю домой переоден. Да ну нафиг. Нет, факультет зимы. Опять одевается в дурацкие шубы. А что вы так расстроились, ребятки? Ну-ка надевайте шапочки и курточки, и пойдём покорять Эверест. Да ну нафиг. Я не хочу себе там все чресла отморозить. Даже горные козлихи покоряют вершины. Я уверен, что у вас всё получится. Да ну нафиг. Вот и факультет зимы, ребятки. Ха-ха. Бескрайние просторы снега. О, отстой. Да ну нафиг. Я сейчас сдохну от холода. Поэтому, боюсь, вы сдохнете прямо сейчас, если продолжите орать дальше. Да ну нафиг. Понимаете, детки, дело в том, что ученики, которые учатся на этой факультете, могут превращаться в снежных барсов. И поэтому они очень опасны для вас. Ная, я вижу, вам здесь очень нравится, не так ли? Я всегда мечтала попасть сюда. Ну что, ребят, отлично. Идёмте, я вам покажу ледяную реку, в которой вы сможете искупаться. Ещё и в ледяной воде купаться. Он что, долбанулся, что ли? Итак, дорогие мои дети, сегодня важнейший день в вашей жизни. Сегодня пройдёт первая проверка вашего цвета. Да ну нафиг. А так что, рука не отвалится, что ли? Ещё одно слово, Пейтон, и ваша рука отвалится без проверки. Да молчу я уже, молчу. Итак, дети, сегодня особая дата. Именно в это число, этого года, этого времени, мы можем заглянуть под перчатку и узнать изначальный цвет вашей руки. Именно это позволит вам уже заранее начать изучать дисциплины, которые будут присущи вашему будущему факультету. А может быть такое, что, например, сейчас у меня под перчаткой зелёный цвет, а потом к основному определению станет синий? Да, такое тоже бывает, Ная, но это достаточно редко. Кажется, Сандра хочет проверить цвет руки первой. Да, я готова. Да, Сандра, прошу вас. Интересно, а какой у неё цвет? Отлично, Сандра, это бесподобно. Ты молодец. У неё факультет лета, повезло же ей. Пейтон, Пейтон, проходи, иди показывай свой цвет быстро. Ладно, я готов показать вам всем свою силу. Давай, Пейтон, не задерживай нас. Давай же, силач Пейтон. Чё? Да ну нафиг. И как это понимать, у него же нет цвета. И что это значит, если у моей руки вообще нет никакого цвета? Пейтон, это значит, что твой организм ещё не определился с цветом. Но Пейтон лох, я же говорила. Сама такая. Ная, Ная, теперь вы. Теперь ваша очередь показать свой цвет. Да, я готова. Давай, снимай перчатку. Я слышала, что ты хочешь синий цвет. Я думаю, он у тебя и есть. Что? Нет, 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 этого не может быть. Чего? А что это значит? Итак, Ная, стой на месте и не двигайся. Дети, всем срочно покинуть аудиторию. Всем срочно покинуть аудиторию. Нет, 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 подождите, пожалуйста. Может быть, мой организм тоже ещё не определился с цветом. А ты, Ная, стой на месте и не вздумай шевелиться. Охрана! Охрана!